доброе утро мои хорошие сегодня мы будем делать вкусный завтрак из остатков ужина нам понадобится лаваш лучше тонкий армянский вот такой потом покажу две луковицы растительное масло для жарки и остатки картофельного пюре на всех мало перекладывать в какую-то посуду зачем я имею ввиду на ужин на всех мало так что готовим завтрак которого хватит на всех почистили 2 луковицы теперь их мелко режем вот так мы нарезали две луковицы вот так не крупно не мелко ставим на огонь сковородку наливаем масло еще кладем кусочек сливочного масла чтобы лучок гарантированно был золотистым сковорода нагрелась масло нагрелось выкладываем лук и обжариваем его до золотистого цвета чтобы он стал ароматным душистым он нам пригодится именно таким и красивым лук у меня поджарился не все кусочки есть кусочки прозрачные а есть кусочки уже вот такие вот золотисто серебристые я выключаю дальше не буду дальше может лук начать гореть так что мы делаем теперь теперь мог уберу мох ребят я уже совсем я со своими орхидеями чокнулась убираем сковородку с луком с плиты берем картофель выкладываем в мисочку картофель у меня не так много но на завтрак на всех хватит у меня много ароматного жареного лука так выложим сковородку кастрюльку мойку так вот он наш будущий завтрак лук я немного остудила в картофельное пюре которое я готовлю я не кладу яйца поэтому я не боюсь когда лук не совсем остывший выкладывать его картошечку в пюре так и перемешиваем лук с картофельным пюре тщательно тщательно это у нас будет наша начинка обязательно пробуйте на вкус потому что можно поперчить посолить можно добавить какие-то еще разнообразные вкусы например болгарский перчик можно добавить но я этого не буду делать я сделаю простой вот такой завтрак картофельное пюре с жареным лучком можно зелени сюда покрошить но сегодня мы спали долго ребят строители сегодня не приехали и мне хочется побыстрее сделать завтрак вот такая масса у меня получилось конечно надо попробовать чуть-чуть можно подсолить подсолить и еще раз перемешиваем все начинка наша готова отставляем ее в сторону и будем готовить лаваш лаваш обязательно нужно подготовить я люблю вот такой лаваш он еще называется тандырный так аккуратненько чтобы не было особо много дырок раскладываем и нарезаем раскладываем по ровнее ох 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 и начинаем нарезать это в рот размеры произвольные все подготовили переворачиваем поджаренные румяной стороной к себе теперь берем блинную сковородку или либо какую-нибудь другую какая у вас есть для удобства пожарить я беру свою старенькую блинную сковородку вот такую ставлю ее по плиту зажигаю под ней огонь и наливаю масло так порядок у меня все разогревается теперь теперь берем листик берем начиночку каждый кладет столько сколько ему нравится много значит много но будьте осторожны кладите не очень много а то есть возможность подсесть и заворачиваем лавашик можно намазать весь лавашик а можно как я начинкой сковородка у меня разогревается а я пока свои лавашики буду выкладывать на тарелку здесь у меня видите лавашик порвался я его отложу в сторону лучше приготовить сразу несколько таких завернутых лавашиков чтобы положить на сковороду сразу столько сколько там уместится чтобы они одновременно жарились здесь тоже дырявенький я их применю но для другой начинки так причем лучше такие пирожочки жарить по мере того как просыпаются ваши родные и близкие потому что они потом пирожки могут размокнуть пирожки жарятся буквально ну одна две минуты с каждой стороны так сковорода моя разогрелась и я швом вниз выкладываю свои пирожочки вот так и начинаем обжаривать подглядываем поджарились или нет да уже начинают поджариваться ну и одновременно ставим ребята чайник в оставшийся лаваш можно завернуть сыр, колбасу и проделать то же самое но я я его просто сохраню делаю я это вот так беру лаваш из пакета выжимаю воздух и вот так закручиваю выжимаем воздух иначе лаваш очень быстро высыхает вот так в трубочку вот тут у меня есть еще одна трубочка и вот это я убираю в овощное отделение холодильника у нас очень простой завтрак я не просто так ребята разложила пирожки вот так отдельно аж на две тарелки потому что если их положить друг на друга они становятся влажными а хочется на завтрак вкусно и хрустяще ну и плюс я нарезала сыр это у нас ларец и это у нас колбаска какая у нас колбаска ремит ореховый ну и хлебушка вот такие пирожки с картошкой с луком из лаваша у меня получилось ой какой как хрустит у него в зубах алая я надеюсь это не зубы ну алая ну как горе кофеечек ну как вкусно открой рот я посмотрю зубы процесс на месте шутка шутка надеюсь это позвоночник с телефона алёнь попробуешь тоже скажи свое мнение а это с чем ну ты попробуй потом скажешь я боюсь это с чем так не бойся не пугай маму с чем это ну попробуй это все вкусно прекрати ребенка пугать господи ты боже мой уселись у меня тоже так будут зубы хрустеть конечно а ты как думала я там камней наложила можно не надо ешь внутри держится все я от вас ухожу вы меня не любите я с вами больше не вожу вообще что внутри то красавь кушалку а вот у нас такие вкусненько